Глава 12. Изменение трудового договора. Глава 12. Изменение трудовой функции работника и или структурного подразделения, в котором работает работник, если структурное подразделение было указано в трудовом договоре. При продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую место вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 настоящего кодекса. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. Пункт 5 части 1 статьи 77 настоящего кодекса. Не требует согласия работника перемещения его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Статья 72.2. Временный перевод на другую работу. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не представлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условия соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. В случае катастрофы, природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя, временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения, уничтожения или порчи имущества, либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 2 настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При переводах, осуществляемых в случае, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным федеральным законом иными нормативно-правовыми актами РФ, С его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, непротивопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением, во временном переводе на другую работу на срок до 4 месяцев отказывается от перевода, либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы в сохранении места работы должности. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, иным федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более 4 месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателей соответствующая работа трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 настоящего кодекса. Трудовой договор с руководителями, организацией, филиалов, представителями или иных обособленных структурных подразделений, их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или постоянном переводе на другую работу при отказе от перевода или отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 настоящего кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработной платы указанным работникам не начисляется, за исключением случаев предусмотренных настоящим кодексом иными федеральными законами коллективным договором с соглашением и трудовым договором. Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. В случае, когда по причинам, указанным, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, изменения в технике и технологии производства, структурной реорганизации производства, другие причины, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе рододателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а также причинам, вызвавших необходимость их изменения работодатель, обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже стоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все соответствующие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данном месте. Предлагать вакансии в других местах работодатель обязан, если это предусмотрено колдобором, соглашением, трудовым договором. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 777 настоящего кодекса. В случае, когда причины, указанные в части 1 статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право, с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленной статьей 372 настоящего кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня смены и или неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев, Если работник отказывается от предложения работы в режиме неполного рабочего дня смены и или неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 настоящего кодекса. При этом работнику предоставляется соответствующая гарантия и компенсация. Отмена режима неполного рабочего дня смены и или неполной рабочей недели, ранние сроки, на которые они были установлены, производится работодателям с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором с соглашениями. Статья 75. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации. Изменения подведомственности организации ее реорганизации. При смене собственника имущества организации новый собственник позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его заместителем и главным бухгалтером. Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 ст. 77 Настоящего Кодекса. При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата работников допускается только после государственной регистрации перехода права собственности. Изменение подведомственности подчиненности организации или ее реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. При отказе работников от продолжения работы в случаях предусмотренных частью 5 настоящей статьи трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 ст. 77 Настоящего Кодекса. Статья 76. Отстранение от работы. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника, появившегося на работе после состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний, навыков в области охраны труда, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обследование, а также обязательно психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ. При выявлении в соответствии с медицинским заключением выданного в порядке установленного федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами РФ противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. В случае при становлении действий на срок до двух месяцев специального права работника, лицензии, право направления транспортным средством, право ношения оружия, другого специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанности по трудовому договору, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, как вакантную ниже стоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местах работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, по требованию органов или должностных лиц, полномоченных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, В других случаях предусмотренных федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами РФ, работодатель отстраняет от работы, не допускает к работе работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. Период отстранения от работы, не допущения к работе, заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение, проверку знаний, навыков в области охраны труда, либо обязательно предварительный и периодический медицинский осмотр, обследование не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы, как простой. Продолжение следует...